КИБЕРАТАКИ Демократ от Иллинойса Дик Дурбин сравнил взлом с объявлением войны. Это по сути объявление войны Россией Соединенным Штатом, и мы должны воспринимать это всерьез, заявил Дурбин в интервью CNN. На следующий день, выступая в Сенате, он сравнил случившееся с виртуальным вторжением России на американскую территорию. Я сам не призываю к вторжению или полноценной войне. Я бы не хотел, чтобы это случилось, но когда противники, такие как Россия, изводят нас, испытывают наше терпение, нарушают безопасность нашей нации, мы должны отвечать чем-то, заявил Дурбин. Сенатор-республиканец Мит Ромни обрушился с критикой на администрацию Трампа, которая признала факт взлома, но не анонсировала никаких мер. Я думаю, Белому дому стоит выступить с агрессивным заявлением относительно того, что случилось. Это как если бы российский бомбардировщик пролетел бы незамеченным через нашу страну, включая столицу. Не ответить в такой ситуации – это просто поразительно, заявил Ромни. Ответить тем временем пообещал Байден. В специальном заявлении, которое цитирует The Washington Post, он воздержался от обвинений в адрес Кремля, но пообещал принять меры. Наши противники должны знать, что я как президент не буду стоять в стороне в ситуации кибератаки против нашей нации. Мы должны подорвать позиции наших противников и вынудить их отказаться от осуществления значительных кибератак. Взлом, о котором стало известно в понедельник, позволил хакерам в течение нескольких месяцев отслеживать переписку американских чиновников. По словам источников Washington Post, чиновники считают атаку делом рук группы, известной как APT-29 или Cozy Bear. Она, как полагают в США, связана со службой внешней разведки России и несет ответственность за взлом компьютеров Госдепартамента и Белого дома еще при администрации Барака Обамы. Прямо как в старые времена. Мы же ни в чем не виноваты. Какие ваши доказательства? Написано, что это примерно то же самое, что было в 2016 году, в то время, когда криминальные российские хакеры, связанные с российской военной разведкой, вскрыли электронную почту членов демократической партии США. Ну вот вам, пожалуйста, этот анонимум. Мне кажется, понятно, кто называл этих хакеров криминальными элементами, связанными с российской военной разведкой. Это Госдеп и спецслужба США. Но ведь власти США были не первыми, кто называл российских хакеров, связанными с российской военной разведкой. Ну да, не первыми и не единственными. Но то есть здесь тоже, опять же, да, окей, компания CrowdStrike, которая первыми заявила о связи хакеров с ГРУ, это американская компания. Она не имеет отношения к Госдепу, но, допустим, она имеет отношения к США. То есть, ну, как-то там какая-то логика может в этом прослеживаться. Но было огромное количество других официальных вполне заявлений, там, не знаю, в Дании, в Германии, в Украине тоже приходили к таким же выводам. Поэтому довольно странно утверждать, что, ну, раз Госдеп США назвал, связал хакеров с ГРУ, значит, это вот Госдеп США за хакерами и стоит. Истинный ущерб от произошедшего пока не ясен, но масштаб беспрецедентен. Таковы в целом оценки аналитиков США о серьезности вот этого кибервзлома, которому подверглись сети министерств и частных корпораций. Как уже было сказано, за произошедшим спецслужбы усматривают российский след. А это может означать серьезную эскалацию противостояния Вашингтона и Москвы. Санкции 2016-го, помните, на излете администрации Обамы после вмешательства в выборы или в 2008-м после отравления Скрипалей в Солсбери. Все это может показаться незначительным. Кроме того, Америка может решиться на нанесение ответного удара в киберпространстве, не исключают аналитики. Валентина Васильева следит за развитием скандала. Еще один день и еще одна кибержертва. Министерство энергетики США заявило, что хакеры получили доступ к их сетям в рамках масштабной кибератаки. Представитель ведомства сообщила, что вредоносные программы были обнаружены только в несекретной, доступной всем сотрудникам компьютерной сети ведомства, подключенной к интернету. И не затронули национальное управление по ядерной безопасности, которое отвечает за запасы ядерного оружия по всей стране. Однако ранее издание «Политика» со ссылкой на источники в официальных кругах писало, что атаки подверглись Федеральная комиссия по регулированию энергетики и национальные лаборатории в Нью-Мексико и Вашингтоне, обеспечивающей безопасность ядерного арсенала США. Это была исключительно успешная атака русских, и они, вероятно, смогли получить доступ к примерно 20 тысячам различных правительственных учреждений и американских компаний. Возможно, и больше. Мы можем говорить о том, что имеем дело с одним из крупнейших государственных взломов в истории. На данный момент мы не знаем двух вещей. Мы знаем, что русские смогли попасть внутрь систем, но не знаем, какую информацию они смогли получить. И мы не знаем, что они оставили в системе. Эксперты сейчас изучают, какая информация была украдена. И при кибератаках может оставляться немного кода, который упростил бы возвращение хакеров при необходимости. Так что предстоит много работы, чтобы выяснить, какая информация была получена и какие следы были оставлены. Вместе с тем, в четверг компания Microsoft, которая поставляет программное обеспечение государственным учреждениям США, тоже заявила, что была взломана хакерами. В их системах был обнаружен вредоносный код, через который злоумышленники могли проникнуть к внутренней информации на компьютерах госслужащих. Как сообщает агентство по кибербезопасности США, хакеры могли взломать облачные сервисы Microsoft Azure. Всем их пользователям срочно рекомендовали заблокировать свои системы. При этом, как пишет Reuters, о ссылке на источник, знакомый с вопросом, Министерство внутренней безопасности не считает, что продукты Microsoft были главной дверью в компьютерные системы госучреждений для хакеров. Злоумышленники использовали сразу несколько способов проникновения, в том числе программное обеспечение SolarWinds. На этой неделе компания заявила, что 18 тысяч ее клиентов установили поврежденные хакерами ПО. Если учесть, что среди пользователей ее продуктов крупнейшие американские корпорации и большая часть федерального правительства, в том числе Министерство финансов, торговли и внутренней безопасности, об атаках на которые сообщалось на этой неделе, новости пугающие. Многие американские СМИ и эксперты предполагают, что за атакой могут стоять российские хакеры. Однако, несмотря на то, что официальные лица в правительстве признают иностранное вмешательство, до конкретных обвинений дело пока не дошло. Хранит молчание и Дональд Трамп. За всю неделю президент ни разу не прокомментировал ситуацию, что вызвало вопросы у некоторых экспертов. Режим Путин очень враждебен по отношению к Западу и Соединенным Штатам. И они определили киберсферу как одну из областей, где они могут действовать наиболее активно, с минимальным риском. И они думают, что риск невелик, потому что США ничего не сделали в ответ на вмешательство в выборы. Поэтому для русских это был некий зеленый свет. А администрация Трампа до сих пор ничего не сказала. Так что мы дали русским пропуск, и они решили, что киберсфера это та область, где они могут нанести больший ущерб при очень низких рисках. Нам нужно это изменить. Цель такого нападения для экспертов пока тоже остается загадкой. Пока одни утверждают, что это мог быть политический сигнал, другие считают, что задачей хакеров был просто шпионаж. Как пишет Вашингтон-Пост, в Минфине США злоумышленников могла интересовать информация о санкциях в Национальных институтах здоровья, данные о вакцине. Есть большая вероятность, что за атакой такого уровня и такого масштаба стоит российская разведка. Но если это так, все доказательства подтверждают, что это был именно шпионаж. То, что в целом ожидаемо от разведки. Это не значит, что не нужно пытаться остановить это. Не нужно никак на это реагировать. Но все знаки, которые мы видим сейчас, говорят о том, что это был именно шпионаж, а не попытка атаки, не попытка разрушить наши системы. Избранный президент Джо Байден на фоне новостей о взломах в четверг выступил с заявлением, в котором пообещал увеличить расходы на инфраструктуру для защиты от хакерских атак и сделать кибербезопасность приоритетом нового правительства. Наши противники должны знать, что как президент я не буду стоять в стороне перед лицом кибератак на нашу страну, заявил Байден. Почему вы стали сейчас говорить о том, что некие патриотические хакеры могут действовать тем или иным образом? Ничего я не говорил. Просто меня французские журналисты спросили об этих хакерах. Я так же, как и им, и вам могу сказать, что хакеры могут где угодно. Они будут в России быть, в Азии, в Америке, в Латинской Америке. Это могут быть хакеры, кстати сказать, в Соединенных Штатах, которые очень ловко и профессионально перевели, как у нас говорят, стрелку на Россию. Вы не можете себе такого допустить в ходе внутриполитической борьбы? Им было по каким-то соображениям удобно выдать эту информацию. Они ее выдали, сославшись на Россию. Такого вы себе представить не можете? Я могу. Вот мы давайте вспомним убийство президента Кеннеди. Продолжение следует...